Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Реддиард Киплинг. Маленькие сказки. Слоненок. В отдаленные времена, милые мои, слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый нос, величиной сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать им слон ничего не мог. Но появился на свете один слон, даже не слон, а совсем еще слоненок, который отличался неугомонным характером и неутолимым любопытством. Слоненок, который поминутно задавал какие-нибудь вопросы. Жил он в далекой Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. Он спрашивал своего высокого дядю Страуса, отчего у него перья растут на хвосте. Высокий дядя Страус за это бил его своей твердой притвердой лапой. Он спрашивал свою высокую тетю Жирафу, отчего у нее вся шкура пятнистая. Высокая тетя Жирафа за это била его своим твердым притвердым копытом. И все-таки, несмотря на всю твердость ответов старших, любопытство слоненка не унималось. Он спрашивал своего толстого дядю Гиппопотама, отчего у него глаза красные. Толстый дядь Гиппопотам за это бил его своим широким пришироким копытом. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, отчего дыни имеют именно такой, а не иной вкус. Волосатый дядя Павиан за это бил его своей мохнатой примохнатой рукой. И все-таки любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал. А все дядюшки и тетушки за это били его. И все-таки любопытство слоненка не унималось. В одно прекрасное весеннее утро неугомонный слоненок задал взрослым новый странный вопрос. Он спросил, а что у крокодила бывает на обед? Все громко закричали «ш-ш-ш-ш-ш» и принялись долго безостановочно бить его. Когда, наконец, его оставили в покое, слоненок увидел птицу Колу-Колу, сидевшую на кусте терновника, и сказал, «Отец бил меня, мать била меня, дядюшки и тетушки били меня за мое неутолимое любопытство. А я все-таки хочу знать, что у крокодила бывает на обед?» Птица Колу-Колу мрачно каркнула ему в ответ. «Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лим-По-По, где растут молодые побеги зеленого тростника, и сам посмотри!» На следующее утро неугомонный слоненок взял пятьдесят килограммов бананов, мелких, с красной кожицей, пятьдесят килограммов сахарного тростника, длинного с темной корой, и семнадцать дынь, зеленых, хрустящих, и заявил своим милым родичам. «Прощайте! Я иду к большой серо-зеленой мутной реке Лим-По-По, где растут молодые побеги зеленого тростника, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед!» Он ушел, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный. По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. Шел он, шел на северо-восток и все ел дыни, пока не пришел на берег большой серо-зеленой мутной реки Лим-По-По, где растут молодые побеги зеленого тростника, как ему говорила птица колу-колу. «Надо вам сказать, милые мои, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты, неугомонный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, как он выглядит. Первый, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон, такая огромная змея, обвившаяся вокруг скалистой глыбы. «Простите», — вежливо сказал слоненок, — «не видали ли вы в этих краях крокодила?» «Не видал ли я крокодила?» — гневно воскликнул питон. «Что за вопрос?» «Простите», — повторил слоненок, — «но не можете ли вы сказать мне, что у крокодила бывает на обед?» Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал бить слоненка своим тяжелым-притяжелым хвостом. «Странно», — заметил слоненок, — «отец и мать, родной дядюшка и родная тетушка, не говоря уже о другом дяде, гиппопотами и третьем дяде, павиане, все били меня за неутолимое любопытство. Вероятно, и теперь мне за это же достается». Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный. По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. У самого берега большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо он наступил на что-то, показавшееся ему бревном. Однако в действительности это был крокодил. «Да, милые мои». И крокодил подмигнул глазом, вот так. «Простите», — вежливо сказал слоненок, — «не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила?» Тогда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины. Слоненок вежливо попятился, ему вовсе не хотелось, чтобы его опять побили. «Иди сюда, малютка», — сказал крокодил. «А чего ты об этом спрашиваешь?» «Простите», — вежливо ответил слоненок, — «но отец меня бил, мать меня бил, и не говоря уж о дяде Страусе и тете Жирафе, которая дерется так же больно, как дяде Гиппопотам и дяде Павиан. Бил меня даже здесь, на берегу, двухцветный питон, а он своим тяжелым притяжелым хвостом колотит больнее их всех. Если вам все равно, то, пожалуйста, хоть вы меня не бейте». «Иди сюда, малютка», — повторило чудовище, — «я крокодил». И в доказательство он залился крокодиловыми слезами. У слоненка от радости даже дух захватило. Он встал на колени, чтобы было лучше слышать и разглядывать крокодила, и сказал, «Вы тот, кого я ищу уже много дней. Будьте добры, скажите мне, что у вас бывает на обед». «Иди сюда поближе, малютка», — ответил крокодил. «Я тебе скажу на ушко». Слоненок послушно пригнул голову к зубастой пасти крокодила. А крокодил схватил его за нос, который у слоненка до того дня и часа был не больше сапога, хотя гораздо полезнее. «Кажется, сегодня, — сказал крокодил сквозь зубы, вот так, «кажется, сегодня на обед у меня будет маленький любопытный слоненок». Это вовсе не понравилось слоненку, милые мои. И он сказал в нос, вот так вот, «Не надо, пустите!» Тогда двуцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел, «Мой юный друг, если ты сейчас не примешься тянуть изо всех сил, то могу тебя уверить, что твое знакомство с большим кожаным мешком, он имел в виду крокодила, окончится для тебя плачевно». Слоненок сел на берег и стал тянуть, 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 а его нос все вытягивался. Крокодил барахтался в воде, взбивая хвостом белую пену, а слоненок тянул, тянул, тянул. Нос слоненка продолжал вытягиваться. Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул, 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 а его нос продолжал вытягиваться. Крокодил загребал хвостом воду, словно веслом, а слоненок тянул, тянул, тянул. С каждой минутой нос его вытягивался, и как же ему было больно! Ой-ой-ой! Слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал через нос, который у него теперь вытянулся почти на полтора метра, «Знаете, это уже чересчур!» Тогда на помощь явился двухцветный питон. Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал, «Ах ты, маленький, глупый, непоседа! Мы должны потянуть вдвоем изо всех наших сил, иначе этот противный пожиратель лягушек, он имел в виду крокодила, милые мои, лишит тебя твоей мудрой старости!» Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул. Но слоненок и двуцветный питон тянули сильнее. Наконец, крокодил выпустил нос слоненка и без сил плюхнулся в воду с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопо. Слоненок упал на спину. Однако он не забыл сейчас же поблагодарить двухцветного питона за помощь, а затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом, обернул его свежими банановыми листьями и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопо. «Что ты делаешь?» — спросил двухцветный питон. «Простите, — сказал слоненок, — но мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, чтобы он съежился». «Ну, тебе долго придется ждать», — сказал двухцветный питон. «Удивительно, как и ныне видят порой собственной выгоды». Три дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился, а нос нисколько не укорачивался. «Вы понимаете, милый мой, что крокодил вытянул ему настоящий хобот, такой, какой и теперь бывает у слонов. Под конец третьего дня какая-то муха укусила слоненка в плечо. Не задумываясь, слоненок поднял хобот и прихлопнул муху». «Преимущество первое», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом, но теперь покушай немного». Сам не отдавая себе отчета, слоненок протянул хобот, выдернул огромный пучок травы и отправил к себе в рот. «Преимущество второе», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом». «Не находишь ли ты, что здесь сильно припекает солнце?» «Правда», — ответил маленький слоненок. «Даже не задумываясь, он набрал тины из большой серо-зеленой и мутной реки Лимпопо и выплеснул себе на голову. Получился грязевой чипчик, который растекся за ушами». «Преимущество третье», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом». «А не хочешь ли быть битым?» «Простите меня», — ответил слоненок. «Вовсе не хочу». «Ну так не хочешь ли сам побить кого-нибудь?» продолжал двухцветный питон. «Очень хочу», — сказал слоненок. «Хорошо. Вот увидишь, как для этого тебе пригодится твой новый нос», — объяснил двухцветный питон. «Благодарю вас», — сказал маленький слоненок. «Я последую вашему совету, если придется. Теперь же я отправлюсь домой». Слоненок пошел домой через всю Африку, крутя и вертя своим хоботом. Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева, не ждал, как прежде, чтобы они сами упали. Когда ему хотелось травы, он, не надеваясь, выдергивал ее хоботом, а не вставал на четвереньки, как прежде. Когда мухи кусали его, он выламывал себе ветку и обмахивался ею от назойливых насекомых. А когда припекало жаркое африканское солнце, он делал себе новый прохладный чепчик из мокрой тины. Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку, и через хобот она звучала громче медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы найти какого-нибудь толстого гиппопотама, не родственника, и хорошенько его отколотить. Слоненку хотелось убедиться, прав ли двухцветный питон относительно его нового хобота. Все время он подбирал корки дынь, которые разбросал по дороге к лимпопо. Он отличался опрятностью. В один темный вечер он вернулся к своим и, держа хобот кольцом, сказал, «Здравствуйте!» Ему очень обрадовались, ответили, «Иди-ка сюда! Мы тебя побьем за неугомонное любопытство!» «Ба!» — сказал слоненок. «Вы вовсе не умеете бить, зато посмотрите, как я дерусь!» Он развернул хобот и так ударил двух своих братьев, что они покатились кувырком. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!» — воскликнули они. «Где ты научился таким штукам?» «Постой, что у тебя на носу?» Я получил новый нос от крокодила на берегу большой серо-зеленой «Мутной реки лимпопо!» — сказал слоненок. Я спросил, что у него бывает на обед, а он мне дал вот это. «Некрасиво!» — сказал волосатый дядя Павиан. «Правда!» — ответил слоненок. «Зато очень удобно!» С этими словами он схватил своего волосатого дядю Павиана за мохнатую руку и сунул его в пчелиной улей. Затем слоненок принялся охаживать хоботом других своих добрых родственников. Но и задал он им жару на их удивление. Он повыдергал у своего высокого дяди Страуса хвостовые перья, схватив свою высокую тетушку-жирафу за заднюю ногу. Он проволок ее через кусты колючего терновника. Когда толстый дядюшка Гиппопотам после обеда спал в воде, слоненок хоботом задул ему пузыри в ухо и напугал трубным звуком своего нового носа. С тех самых пор маленький слоненок больше никому не позволял обижать себя и птицу колоколу. Все родичи слоненка один за другим поспешили на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут молодые побеги зеленого тростника, чтобы добыть себе у крокодила новые носы. Когда они вернулись назад, то больше никто уже не дрался. С той поры, милые мои, все слоны, которых вы увидите, и даже те, которых вы не увидите, имеют такие же хоботы, как неугомонный маленький слоненок. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательством книгов слух и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Продолжение следует...